Уважаемый Василий Кузьмич, дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, дружники тыла, члены семей, ветеранов, дорогие пенсицы, 70 лет Великой Победы. Чем больше проходит времени с этой даты, с этой даты торжества нашего народа, дружеславленной Победы, тем всего временем мы ощущаем ту мощь и величие, которую продемонстрировали и наши ветераны, которые находятся у нас в зале, и те, которые уже ушли из жизни, и те, кто не дожил до дня Победы, выполнив свой долг до конца. Уже появилось в России несколько поколений, к счастью, которые не знают, что такое война, которые не знают, что такое решение, которые живут мирной, интересной, насыщенной жизнью. Развивается экономика, развивается промышленность, поменялся быт, поменялись многие моменты, которые сопровождают жизнь любого человека. Появились новые возможности образования, появились новые возможности реализации профессий. Все стало по-другому. И чем дальше мы уходим от этой даты, тем еще более остро, тем еще более четко мы будем понимать, что сделано поколением победителей. И отдавая должное этому поколению, отдавая должное той великой победе, мы должны сделать все для того, чтобы и увековечить память ушедших из жизни, и для того, чтобы создать самые достойные условия для тех, кто жив и работает, живет среди нас. Сейчас много говорят о фальсификации истории. Наши бывшие союзники, наши бывшие так называемые партнеры зачастую доходят до абсурда, когда искажают совершенно известные, доказанные исторические факты, когда искажают те события, которые не подлежат переоценке, не подлежат переосмыслению, потому что они очевидны, известны и закреплены как историками, очевидцами и, собственно, всем ходом Великой Отечественной и Второй мировой войны. И иногда говорят, вот они не знают историю. На самом деле это не совсем так. Они знают историю не хуже нас сами. И они знают, что сделал советский народ, что сделали Россия, что сделали наши республики, которые входили в состав Советского Союза для той великой победы. Они знают значение этой победы. Просто мы должны понимать, что сильных боятся. И победа в Великой Отечественной войне – это небывалое проявление силы советского народа, нашего народа. И сегодня, когда кто-то пытается разговаривать с нами с позицией силы, вот тогда и возникают эти вопросы о патрификации истории. Потому что не хочется некоторым понимать, не хочется думать о том, что с Россией нельзя разговаривать с позицией силы. С Россией можно только договариваться. Мы миролюбивый народ. Мы очень дружественно настроенный народ. Но когда нарушаются наши законные интересы, когда есть угроза вопросов национальной безопасности, территориальной целостности страны и ее исторической памяти, то здесь других вариантов быть не может. Мы не позволим никому искажать исторические факты, мы не позволим никому нарушать наши национальные интересы. И для того, чтобы увековечить память великого подвига нашему народу, увековечить память ветеранов, которые сделали эту победу, которые принесли нам эту победу, мы решили реализовать этот наш проект «Победа». Решение о его проведении было принято на заседание Общественного совета Привожского федерального округа. В него входят представители и руководители всех общественных и политических организаций, независимо от своих политических взглядов, от своих убеждений, от профессий, которые они представляют, от социальной среды. Это люди, которые являются патриотами России и которые понимают, что базовые ценности, фундаментальные ценности, а наша победа в Великой Отечественной войне, это наше одно из самых главных достояний, они не зыбливы. И мы решили реализовать этот проект. Конечно, он посвящен нашим дорогим ветеранам, но он предназначен и для нашей молодежи. Потому что в рамках этого проекта, наши ведущие сказали об этом уже, была подана 861 заявка. Это всего за месяц с небольшим. Вот по тем восьми номинациям, которые сейчас были представлены. Это и музеи, это и печатные публикации, это и телевизионные радиосюжеты, это военно-патриотические клубы, это все те люди, которые не просто чтят и помнят подвиг Великой Отечественной войны нашего народа, но которые занимаются тем, что увлековечивают этот подвиг в истории, увлековечивают для будущих поколений, для тех поколений, которых, к счастью, не знают и, надеюсь, никогда не знают, что такое война. Я хотел бы благодарить всех участников этого проекта. Я хочу выразить надежду, что номинанты наши, победители, которым мы сегодня вручим, призы, награды, гранты, действительно, это самые достойные, самые интересные, самые продвинутые, если хотите, проекты. Но огромное количество людей, которые участвовали в этой работе, мы тоже должны им сказать спасибо, потому что на их энтузиазме, на их желание сделать эту работу, на их желание провести вот эту живую связь времен, основано, на самом деле, не только наше прошлое, не только наше настоящие, но самое главное, что и наше будущее. Я хочу поблагодарить всех наших ветеранов, и которые находятся сегодня в зале, и которые по разным причинам не могут находиться на этих торжественных мероприятиях. Будьте уверены в том, что мы чтим, помним и гордимся тем подвигом, который мы совершили. Для России, для будущего России, для настоящего России, наверное, это фундаментальная базовая ценность, которая объединяет поколения, которая объединяет народы, которая объединяет целые государства. И мы, безусловно, все эти дни праздничные будем поздравлять вас с этим праздником. Мы будем делать все для того, чтобы вы чувствовали себя главными людьми в стране. Но 9 мая этот праздник для нас не заканчивается, и эта работа для нас не заканчивается. Наоборот, мы понимаем, что уходит поколение победителей. Мы понимаем, что каждая жизненная история сейчас бесконечно ценна. Мы понимаем, что вы являетесь носителями уникального кода, уникальной правды, которую только вы, глаза в глаза, можете передать будущим поколениям. И наш долг, как представители власти, сделать все для того, чтобы вот эта связь времен никогда не прерывалась. Я вас уверяю, мы для этого все сделаем. Поздравляю всех с наступающим праздником. Хочу пожелать нашим ветеранам бодрости, духа, здоровья, хорошего настроения и возможности продолжать гордиться нашей страной, возможности продолжать гордиться будущими поколениями, которые приходят вам на смену и которые также достойно выполняют свой долг, где бы ни пришлось его выполнять. Много уважаемый Михаил Викторович, коллеги, друзья, гости. Я хотел бы выразить славу благодарности лично нашему полпреду Михаилу Викторовичу и его команде за такой прекрасный проект и принятие решения подвести итоги на пенской героической земле. Наша область потеряла почти 200 тысяч человек на этой страшной войне. Бори 300 отправила на защиту нашей великой Родины, Советского Союза. Конечно, мы должны это помнить и нести в себе, пока мы живы. Пока мы помним, и они с нами. Наших дорогих участников войны с каждым годом становится все меньше и меньше. Но и не только было тяжело на фронтах, тяжело было и в дылу. Мы потеряли огромное количество своих граждан из-за того, что народ отдавал последнее фронту ради победы. Умирали дети, умирали старики. Женщина запрягалась вместо буйвола и лошади и поднимала землю для того, чтобы вырастить хлеб и накормить нашу красную армию. Вроде бы все ушло в прошлое, но мы видим отношение сегодня многих стран мира к нашей, поднявшейся с колен России. И Верховный Главнокомандующий, наш президент Владимир Владимирович, принял решение провести модернизацию армии. Начали вкладывать деньги в первооружение, в солдата, в офицера, в генерала, чем вызвал недовольство. Когда мы были слабые, с нами дружили. Когда мы стали сильнее, к нам стали предъявлять претензии. Было такое выражение, один из царей сказал. Наши друзья это армия и военно-морской флот. Мы должны, и я поддерживаю нашего президента, и считаю, что весь народ поддерживает, действительно создать серьезную, хорошо вооруженную, подготовленную армию. И тогда они будут нас уважать, если хотите, и дружить в том числе. Потому что с сильными по жизни все дружат. Я хочу отдельные слова благодарности сказать, конечно, нашей советской, русской, российской женщине, со всей тяготой, которую она принесла. Рожала, ребятишек на ноги ставила. После войны поднимала народное хозяйство вместе с мужчинами и работала, как говорится, за троих. Здоровья нашей дорогой русской женщины. И, конечно, помощи от нас всех. Пускай она рожает, пускай она прославляет нашу Россию. Без женщины матери нет будущего. А если она есть с нами, и мы ее поддержим, будущее красивое будет у России. И я в это верю. И думаю, вы все тоже. Вперед, Россия! С наступающим праздником победы! 27 миллионов наших граждан не вернулось в родной дом с той страшной войны. В каждой из тех наших советских республик посетила в каждую семью практически такая страшная беда. В моей родной Белоруссии каждый третий погиб на войне. В моем избирательном округе в Смоленске каждый метр земли болит кровью. У нас есть деревня Соловьева в Кордымовском районе Смоленской области. За 10 дней на переправе Соловьевой погибли три общевойсковые армии. За 10 дней 150 тысяч человек. И сегодня мы везде слышим ту страшную неправду, которую хотят донести до всех людей нашей земли. Сказать, а самое главное попытаться отнять у нас эту победу. У нас, потому что те наши деды, отцы и прадеды, в том числе и сидящие в этом зале, Ее завоевали ценой своей жизни, здоровья, в конечном итоге своего будущего. Я думаю, сегодня никому не получится отнять у нас эту победу и изменить историю нашей великой страны, того Советского Союза, в составе которых примерно 180 национальностей принимали участие в защите своего родного порога. И сегодня, проводя такое мероприятие практически уже через 70 лет, я хотел бы обратиться к каждому с поздравлением по этому нашему большому национальному празднику, празднику чести и достоинства. Поздравить вас всех с этим великим днем, низко поклониться перед каждым ветераном и участником войны и сказать слова благодарности. Михаил Викторович вам, Василий Кузьмич вам, за то, что вы с честью и достоинством исполняете свой служебный долг. С праздником, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Песня твои получаю, слышу я голос живой, И между страчем, синим наночем, Снова встает мне домой, И час такой провожает меня простой. Чувствую лёгким, любящим взглядом, Ты постоянно со мной. Сколько зовёт ты на пучках, Носывший небес с собой, Мы не нашли речь, девичьи ночи, В полной в скроте плевой. Свои плавные, живой плавные, Такие стучи, плечи, синим наночем, Чтоб на плечах горами. АПЛОДИСМЕНТЫ Зови, руки, желтый, руки, Такие стучи, плечи, синим наночем, Чтоб на плечах горами. АПЛОДИСМЕНТЫ Синим наночем, любящим взглядом, Чтоб наночем, Чтоб наночем, любящим, Чтоб наночем, АПЛОДИСМЕНТЫ Песня Кончаровая из музыкального спектакля «Только очень жди» Исполняет Степан Волков. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Почему всё не так? Вроде всё бы всегда, Тоже нет, опять горлое, Тоже вес, больше воздух и тоже вода, Тоже вес, больше воздух и та же вода, Погнём не вернуться из боя. Тоже вес, больше воздух и та же вода, Погнём не вернуться из боя. Мне теперь не понять, Кто же правду узнать Наши спор, песна и покоя. Мне не стало подать ему только сейчас, Когда он не вернулся из боя. Мне не стало подать ему только сейчас, Когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад, И не в так подливал, Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, Он с восходом вставал, А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, Он с восходом вставал, А вчера не вернулся из боя. Вроде всё вернулось, Будто из плена весна, По ошибке обликнули боя. Вдруг оставь покрыть. Нам ответить шина, Он в чьем не вернулся из боя. Вдруг оставь покрыть. Нам ответить шина, Он в чьем не вернулся из боя. Нам места, землянки, хватат вполне, Нам не тепло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, Это я, не вернусь из боя. Все теперь одному, только кажется мне, Это я, не вернусь из боя. Степан Волков И еще один номер из музыкального спектакля «Только очень жди» Дойт Ванштейна и Гончарова Исполняет Степан Волков и Сергей Князев. Исполняет Степан Волков и Сергей Князев. «На земле не успели жениться, А на небе жены не найдешь». Исполняет Степан Волков и Сергей Князев. 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 Константин Симонов «Жди меня» Исполняет героиня Ольга Андреева. Жди меня, и я вернусь, Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые решки, Жди, когда снега метод, Жди, когда живет, Жди, когда живет, И мне ждут разовых вчера. Пусть поверят сын и мать, Кто, что нет меня, Пусть друзья устанут ждать Сверху огня. Пусть поверят сын и мать, Пусть поверят сын и мать, И я вернусь всех смертем на зло. Пусть поверят сын и мать, Кто не ждал меня от нас, Скажет мне звук. И не видишь всех, кто не ждал меня. Пусть поверят сын и мать, И не видишь картина. Пусть поверят сын и мать, Пусть поверят сын и мать, СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Песню «Тюмная ночь» исполнит Иркен Мустафер. АПЛОДИСМЕНТЫ Песня «Тюмная ночь» 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.